Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет посвящено фаворитам февраля. Уже март, но про февраль я не снимала. Я люблю снимать про фавориты, поэтому решила снять. Фаворит – корзинка. Я очень люблю эту корзинку. Хожу с ней и вот сейчас положила туда все мои любимые баночки с кляночки. Их немного будет, видео не будет длинным. Неизменный фаворит – все еще по-прежнему мегаэкономичный La Mer Treatment Lotion и вот такой Soft Lotion. Такой крем очень легкий, очень прям воздушный, я бы сказала. Это вообще прекрасный лосьон. Я его использую только утром. Вечером я использую другой лосьон. А крем этот я использую тоже вместе с ним только утром. То есть это вот моя утренняя рутина La Mer. Весь день ты такой сверкающий, красивый. Не знаю, мне очень нравится. Очень нравится La Mer. Знаете, очень экономичный расход, поэтому я считаю, что это выгодное было приобретение. И нравится эффект. Мне нравится эффект. Кожа такая блестящая, напитанная. В общем, у меня никаких привлеканий нету по этому поводу. Вечером я использую более легкий тоник после умывания. Это вот такой Aven Gentle Toning Lotion. Просто такой деликатный. Вот так вот вы его встряхиваете, он получается такой беленький, как водичка. Очень приятный. Я люблю тоники как вот La Mer, так и этот. Я прям на руку. Руки чистые. Вот так вот его лью, потом так чуть-чуть растираю и прям вот так вот все лицо. Это приятно, это... Ну, мне нравится эффект от тоников. И потом, конечно же, намного лучше ложится крем. Но вечером я использую уже на ночь. То есть, когда я прихожу, я делаю только тоник. Умываюсь, делаю тоник. Потом уже ближе к вечеру, ближе... Не к вечеру, нет. К ночи я наношу или маску ночную от Шантыкаль, или делаю небольшой массаж с какими-то маслами. Или Дранко Элефант, вот этот мусс, Ла-Ла Ретро Креп. Не буду их показывать. Я их уже показывала очень много. Снимаю макияж. Вот купила. У меня кончился мой Ла Рош Пассе. Я купила от Овен. Умывалку новую, такую гелевую, прозрачную. Ничего пока не могу про нее сказать. Пару раз умывалась. Не знаю, не знаю. Пока нравится. Ну, рано еще говорить что-то. Но мицеллярная вода Невея. Очень крутая. Очень крутая. Мне так она нравится. Это для чувствительной кожи. Сенситив скин. Три в одно макияж Шеремова. То есть можно вообще из глаз, вообще откуда угодно. Увлажняет, очень легкий. В общем, что, эффективно. Очень эффективно удаляет макияж. Абсолютно без запаха. Я вот люблю, когда мицеллярная вода без запаха. В общем, я рекомендую Невея. Мне понравилось больше, чем Гарнье. И даже больше, чем Ла Рош Пассе. Не больше, чем Овен. Но по цене она мне нравится больше. Очень хорошая. Очень. Мне прям, я довольна. Рекомендую. Если не пробовали, что, попробуйте. Почему нет? Так. Перейду дальше. Еще у меня два крема. Крем для глаз. Крем для глаз. У меня вот такой пробник. Я его показывала в каком-то видео, когда делала макияж. Доктор Денис Гросс. Витамин С плюс коллаген. Вот такой вот пробник. А как бы полноразмерный флакон, он такой же будет, только длинный. Подлиннее. Но здесь вообще шикарный пробник 5 миллилитров. То есть я им пользуюсь уже утром и вечером. Ему нужно совсем немножко. Ну, недели две. Точно. Недели две. Это очень круто. Мне нравится. Он подсвечивает кожу под глазами. Выравнивает, выбеливает. Он не разглаживает. Он не делает каких-то таких суперэффектов, если у вас там есть круги под глазами. Но он невероятно крутой. Вот он приятный. Я куплю себе такой большой. Точно. 100%. Наконец-то мне вот прям понравился. Реально крем. Не сразу я его распробовала. Но сейчас распробовала очень-очень довольна. Доктор Денис Гросс. Вот такой вот витамин С плюс коллаген. Очень классный. Очень классный крем. Нравится. Куплю большой. Очень экономичный расход. Вот такая у меня двоечка. Я попробовала их сочетать вместе. Это марка Дранк Элефант. Вот этот вот у них новый вышел крем с ретинолом. А вот эта эмульсия увлажняющая, она у меня уже была когда-то. Давно. Люблю ее. Люблю ее на лето. Они рекомендуют наносить ее именно вот в паре с ретинолом. Ретинол я до этого не использовала никогда. Такой вот я лох, наверное. Но что у нас ретинол? Ретинол у нас разглаживает морщины, уменьшает поры, улучшает цвет лица. Оббеливает. Если какие-то пигментные пятна, очень хорошо помогает. Здесь ретинол однопроцентный. Я использую его один раз пока в неделю. Вот только начала на ночь. Потому что если вы используете его днем, нужно наносить СПФ. И вообще лучше избегать солнца, если вы наносите крем с ретинолом. Тут один процент. Это как бы так нормально. В общем, пока раз в неделю очень нравится. Вот, ребят, это классно. Я наношу на чисто сухое лицо, без тоника. Тонкий слой вот этого ретинола под глаза не наношу. Тонкий-тонкий слой. Он такой желтенький, хороший. Вот прям вот прям. И где-то минут через 20 я уже наношу вот эту вот увлажняющую сыворотку. Очень легкий крем. То есть вы можете, если дома, крем с ретинолом, походите. Чтобы он заработал, чтобы он впитался. Какой-то свой ночной крем на него, да, потом наносите. И спать. А утром мне понравился эффект. Мне вот я сколько уже раз делала? Три раза я делала. Эффект классный. Думаю, сейчас уже делать его два раза в неделю. Больше, мне кажется, не нужно. Два раза в неделю будет достаточно. Хорошее прям средство. Мне кажется, перед летом или наоборот зимой. Ну вот в моем случае, видите, получается, что у нас сейчас уже зима идет, осень. У меня нет пигментных пятен, но они рекомендуют наносить именно когда пигментные пятны. Все. Ретинол. Прям я поняла, что такое. Мне нравится. Дранко-элефант. У меня не знаю другие марки, какие крема делать с ретинолом. Мне дали в подарок. Вот я попробовала. Я довольна. Если будет тот же хороший эффект, я куплю себе большой тюбик. Так. Дальше у меня уже косметика. Косметика. Обожаю. Pericon MD No Makeup Foundation. Вот этот вот. Фаундейшн. Я вам его уже показывала. Уже у меня тут по стенкам все размазалось. Цвет загар. Тен. Он не дает сильного покрытия. Он просто выравнивает цвет лица. Засхищает от солнца. Здесь SPF 30. И делает лицо таким глянцевым. Ну, не как блин. Но приятный такой глянец придает. Я люблю такой эффект. Вот. Классный. На каждый день, если ищете хороший крем на лето, тональный, плюс SPF защита, обратите внимание. Очень прям советую. Классный. Pericon MD No Foundation Foundation. Так. Открытием для меня, ребята, стала вот эта вот помада. А сейчас на мне. Это Rimmel London коллекция Kate Moss. Вот такой очень приятный у нее дизайн. Тут такая корона. Тут написано Kate. Это нюдовая помада в номере 45. Вот такой вот у нее цвет. И вот такая она на губах. Давайте я сейчас ее еще. Она невероятно вкусно пахнет. Она пахнет то ли розами, то ли какими-то такими леденцами. Жирненькая, ложится хорошо, губы увлажняет. Что-то там у меня бум-бум. А губы увлажняет. Приятно носится. И хороший такой нюдовый оттенок. Я люблю нюдовые помады. Все, я перешла прям вот конкретно на нюд. Что-то устала от красных. Ну и на каждый день вот хорошо нюд идет. В общем, вот Kate Moss для Rimmel London. Вот прям я советую. Если любите нюд, то да. Сверху нее я иногда наношу. Или просто отдельно уже я вам показывала. Это мое самое любимое средство. Это Lip Maximizer от Dior. Вот в таком вот обычном базовом розовом оттенке. Я его обожаю. Это моя прям самая-самая, что ни на есть, любовь. Два аромата. Оба свежака. У меня сейчас такой немножко парфюмерный кризис. Ничего не хочется. Бэри это бланш. Когда не знаете, что одеть, это вообще прелесть. Это прелесть, это кайф. Несмотря на то, что я проводила с ним эксперименты, носила его одного 10 дней. Нет, 10 дней too much. 7 дней. Тем не менее, все еще я его люблю. И все еще я к нему обращаюсь. И Dendolite Serge Lutens молочный зуб. Это прелесть. Это прелесть. Это кайф. Это невероятный шлейф. От одежды вообще. Ну, просто. Гениальный. Гениальный и красивый аромат. Очень. Очень я люблю. Так, закончили вот со всем вот этим, с красотой, с уходом и так далее. Покажу. Такая странная вещь, знаете, но я очень люблю юлу. В разных вообще вариациях. И вот нашла наконец себе идеальную юлу. Это дерево. Она такая маленькая. Сделана из цельного куска дерева. И она невероятно здорово юлит. Очень-очень я люблю. Ношу ее всегда с собой. Знаете, меня это расслабляет. Я когда, ну, думаю о чем-то или еще что-то. Знаете, как Ди Каприо в этом фильме. Начало, по-моему, да? Он делал тоже юлу. Вот у меня такая же тема. Очень-очень люблю. Вот, наконец, нашла идеальную для себя юлу. Все. Больше не буду говорить о содержимом корзины. Там больше ничего нет. Про книги тоже ничего не буду говорить. Ничего не знаю. Ничего не читаю. Такая вот безобразница. Фильм. Колоссальная. Просто колоссальнейшее впечатление на меня оказал сериал «Маньяк». Это, ну, это с ног шибательный сериал. Это просто как я... Я как-то избегала его смотреть. Не знаю почему. Потому что, наверное, название «Маньяк». Я думала, что это вот, ну, про маньяка, да? Нет. Там вообще все по-другому. Во-первых, съемки. Съемки, если вы любите творчество Мишеля Гандри. Если вы того же Нолана любите, который снял «Начало». Вот этот же с Ди Каприо. Вот это вот все, да? Вот в этом фильме соединен вот этот необыкновенный стиль двух вот этих режиссеров. Там много еще чего соединено. Там и по цветам он красиво, и стильно снято. И актеры играют хорошо. И, конечно, сама вот история. Я не буду рассказывать вообще, что там, о чем там. Просто это такая абстракция своего рода, но реальная. Абстракция, два человека, фильм об одиночестве. Вот мое мнение таково, что этот сериал о одиночестве. Одинокие люди, кем бы они ни были, какие бы у них проблемы ни были, они одиноки. Они одиноки, и чтобы как-то помочь себе перебороть свои страхи, перебороть свое одиночество, забыть о чем-то, как-то пережить какие-то трагедии, драмы своей жизни, они вот обращаются в этот центр такой экспериментальный. И я сейчас вам все, получается, расскажу, не буду рассказывать. В общем, там ты попадаешь внутрь себя путем сна. Я вообще обожаю фильмы, когда человек во сне себя анализирует. Вообще тема сна для меня очень интересна всегда была и остается. Поэтому мне, наверное, тоже отчасти понравился этот сериал, потому что там это все показано очень круто. Тема одиночества, тема принятия себя, тема познавания себя, тема... Знаете, мы все бежим от себя, все бежим от своих проблем, бежим от своих страхов, бежим от своих каких-то переживаний, детских драм, детских ошибок и так далее. И вот этот фильм показывает, как человек может себя, пусть во сне, пусть средствами какими-то там медицинскими, по крупинкам, по кирпичикам себя излечить, скажем так, исцелить. И стать, наконец-то принять себя и стать тем, кем он вот прям является. Я просто... Я сейчас разговариваю с вами про этот фильм. Вспоминаю концовку, вспоминаю вот эти сюжеты там, вспоминаю героев. У меня прям мурашки. Этот сериал бесподобие. Вот как я люблю... Почему мне он еще так понравился? Я очень люблю Мишеля Гандри, я очень люблю фильм «Вечное сияние чистого разума» и «Наука сна». И вот, мне кажется, этот фильм очень как бы похож. Я думаю, режиссеры сознательно сделали именно отсыл к этим фильмам, потому что это как бы классика этой темы, темы, которая поднимается в этом фильме, в этом сериале. Сериал не длинный, серии все тоже не длинные. В общем, если не видели, я бы прям рекомендовала. Он вначале смотрится как-то каким-то таким странным, потом он вас затягивает, он вас затягивает, «Вы просто смакуете». Я смаковала каждую секунду, каждую минуту, каждый... Ну, все, час, скажем. Ну, все время, которое я провела за просмотром этого сериала, это вот прям... Было удовольствие. Так что, да, вот этот сериал «Маньяк» сильнейшее впечатление, грандиозное даже, я бы сказала. И все. Больше вот прям каких-то таких сериалов шикарных я еще не смотрела. Вы мне многие написали вот на видео, где я вас спрашивала совет про сериал. Много, большой у меня список, что вы рекомендовали разные сериалы, я еще не смотрела. Посмотрю, будет время, сделаю отчет. Так что, да, вот такие фавориты, их немного, ну, вот они вот есть. Довольно помадой новой, довольно, что открыл для себя ретинол. В общем, все так потихоньку. Жизнь идет, жизнь продолжается. Смотрите все сериалы «Маньяк». «Маньяк» — это не про маньяка, и вообще маньяк тут по-другому интерпретируется. Смотрите, все поймете, короче. Не буду, не буду разгадывать вам весь этот сериал, как бы рассказывать о чем, потому что будет неинтересно. С вами была Аленка Блок. Пишите, пишите, какие у вас были фавориты, что вы смотрите, что любите, что какие-то, может быть, открытия парфюмерные. Всегда приятно вас читать. Все, всем пока. Чао-чао. Пока.